Протест отчаяния в Черкасской области. Местные жители перекрыли трассу государственного значения уже полгода. Люди просят залатать ямы. В облафтодоре обещали, что с наступлением лета начнут работы и позавчера обещания все же выполнили. Правда, ездить по дороге стало еще опаснее. Почему, расскажут наши корреспонденты. Вот так выглядит дорога регионального значения Киев-Фастов-Звенигородка. Везде многочисленные латы и ямы. Целых участков просто не осталось, уверяет Назар. Говорит, самый ужасный отрезок именно в Лысянке. Причина – интенсивное движение перегруженных фур. Они разрушают и окружающие дома, ведь дорога тянется почти через всю Лысянку. Капитальную трассу не ремонтировали как минимум лет 10, говорят жители. Люди не раз уже просили областных дорожников хотя бы залатать ямы. И даже весной перекрывали дорогу. Сразу после акции активисты получили вот такое письмо. Позавчера облафтодор все-таки начал работу. Частично засыпали ямы огромными камнями. Из-за этого возмущенные горожане снова перекрыли дорогу. Через час после начала акции протеста к людям приехал заместитель начальника областной службы автомобильных дорог. Чиновник заверил, участок от Звенигородки до Лысянки уже залатали. На дальнейшие работы не хватило денег. Поэтому используют щебень. Это темчасовая мера для того, чтобы забеспечить провиси. Я так понял, что было... ...потому что машины и средние детки ходят, и щебень летает. Разрешено ли такими камнями засыпать ямы на дорогах, наша съемочная группа решила выяснить у областных чиновников. Мы привезли образцы с трассы Р-04 на пресс-конференцию в Черкасском управлении нацполиции, посвященную безопасности дорожного движения. Я просто покажу вам, как защитили, и так приважно показать. То есть такая фракция. Значит, это еще на самом деле. Правоохранителей ноу-хау дорожников, мягко говоря, удивило. Не пропустимо, чтобы любая фракция находилась на проезжей части. Это небезопасно. Хоть это будет маленькая фракция, хоть это будет крупная фракция. После нашего письменного обращения чиновники пообещали разобраться, почему дорожники латают ямы камнями. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область.